Поэтому мне очень приятно сегодня представить вам нашего дорогого лектора Сергея Юрьевича Клющенкова для Союза писателей России, автора вообще огромного количества книг, самой разной тематики, человека вообще уникального. И большое спасибо, что вы согласились выступить у нас на лектории. И тема тоже доклада очень интересная, диалог Востока и Запада и философское наследие мыслителя Роберто Саджиоли. Вообще сейчас это очень актуально в связи с тем, что несмотря на то, что Восток с Западом все время воюют, но тем не менее диалог происходит. Он происходит в работах различных ученых, мыслителей и даже политики сейчас задумываются, как соединить Запад с Востоком и Восток с Западом. Поэтому всю эту проблематику нам сейчас расскажет Сергей Юрьевич, и я с удовольствием передаю слово дорогому нашему гостю лектору. Пожалуйста. Спасибо огромное за возможность выступить в Институте Востоковедения. Никогда здесь не участвовал. Зал этот напоминает больше зал ученого совета, но он, наверное, так и создан. Нет, отдельно есть у нас зал ученого совета. Вот. Но сегодня, насколько мы прекрасны, то, что вы снимаете это хорошо, то есть это смогут видеть большое количество людей в переживании. А я расскажу об этой теме. Ну, всем нам известен афоризм ступотворный Типлинга. Диалог Типлинга. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Вместе и не сойтись, который был заявлен в начале 20-го века. Он отрабатывает технологию бренами белого человека и пытаясь сохранить господство Британской империи ради вот эту формулу. Ну, в общем-то, опровергает его вся история и огромное количество людей. Ну, даже вот моя собственная жизнь, потому что в ней, моя жизнь, жизнь моей семьи, моего отца, поэта и переводчика Юрия Ключникова, я покажу его книги. Потому что в течение многих лет, уже более 30 лет, я так достаточно глубоко, не будучи востоковедом, к сожалению, ну, скажем так, будучи, как я себя называю, продвинутым депутантом, погружался в культуру Востока. И в то же время, ну, и все, что есть лучшее на Западе, достойно, он тоже, как бы, интересно, не чум-то. Я мог с таким же удовольствием читать, например, там, Микши, Дейбелы, Отчеты Галлова или Германа Десса, хотя эти люди интересовались Востоком. В то же время, там, читать книги Махапкараты, Хамападу индейскую или Таран, например, или Трудесуфистских мышлителей. И вот я, значит, покажу вначале книги своего отца, потому что у него тоже, вот, он проектопереводчик, но последние пять лет он осуществляет уникальный мировой проект, в котором я принимаю самое активное участие. Он делает вольные, то есть художественные переводы мировой поэзии на русский язык, вводит их в красивую русскую метрику, скажем так. Вот вольные переводы французской поэзии, значит, 12-20 века книга. Здесь, ну, это самая крупная антология до и после революции, выполненная одним человеком, например. Здесь великолепные переводы от Трубадуров, там, Франсуа Виона до Луэр Агона, и поэтов 20 века. 257 секретарей, 57 поэтов. А вот книга «Караван в вечности», вольные переводы с уфийской поэзии уже. Эта книга, она уникальная, здесь 500 стихотворений и миниатюр, 24 поэтов. Вот, эта книга была признана лучшей книгой 2016 года, в номинации «Художественный перевод» в Союзописатели. Вот, и я с ней ездил в Тегеран, в международную книжную ярмарку, представлял ее и в Тегеранском университете на пяти площадках Тегерана. И потом мы с друзьями-писателями, вот в этом злойном иранском воздухе, где-то там, кафе, так сказать, ну, там, читали друг друга стихи, беседовали на литературных темах, вот отец сделал вот эти переводы, да. Сейчас нам вышла книга, вот эта вот «Поднебесная хризантема». Это уже 30 веков китайских поэзий. Вот, в принципе, то, что делает мой отец, ну, аналога нет ни в русской литературе, ни даже в мировой литературе, чтобы вот один человек мог это осуществить. Значит, здесь от Ши Цзина, древнейших книг Ицзина, Дауды Цзина, до, значит, Моудзэдуна и Хай Цзин, 20 век. Моудзэдун тоже был, скажем так, звездой поэтических второй величины, это даже американские литературы велики издают. А сейчас отец завершает книгу Шетспир и поэты Елизаветинской пары Джон Дон, Мэн Джонсон, Эдвард Спенсен и так далее и тому подобное. У него крест такой вот поэзии, получается, два восточных крива, два западных, в центре русская поэзия, потому что у него более тысячи русских стихотворений. И в каждой из вот этих книг мои большие статьи, то есть я в это, ну, отец задал, мне очень высокий темп, и мне приходилось прочитывать в течение года порядка ста книг по каждой теме и достаточно глубоко в это погружаться. И очень интересно было сравнивать восток и запад, подход, скажем так, там книги, например, в Китае, например, и в Англии, вот, и, естественно, у нас, в России. И я сам занимался и занимаюсь исследованием наследия Рериха, с одной стороны, с другой стороны, различного рода мировой духовной культуры. Ну и так сложилось, что я многие годы занимаюсь психологией, практической психологией, занимаюсь консультированием, тренингами, но и исследованием. И вот я вошел в Европейскую, в Всероссийскую терапевтическую, психотерапевтическую лигу, получил европейский сертификат психотерапевта и стал транслировать в России, ну, учение Роберто Саджиоли, психосинтеза, о нем я расскажу более подробно, вот, и стал даже представителем модальности психосинтеза, но я не могу просто по складу своего характера просто копировать что-то бестворчивое. Я в Москву тут 24 новых пункта защитил на этой психотерапевтической лиге модальность восточной, российской версии психосинтеза, получил право преподавать систему, и я этим занимаюсь на территории, что в России и странах СНГ. Вот у меня две книги, вот эти вот, например, одна книга посвящена эволюции сознания, вторая книга, гений и интуиции, посвящена развитию интуиции, как раз они об этой системе, вот этой системе. Эта система была очень близка на Востоку, и я, судя по, попытаюсь это представить, вот, сообщение, да. Если мы возьмем мировую историю, всемирную историю, и скажем, сойтись или не сойтись с Западу-Востоку, но он все время взаимодействовал с Западом, с Востоком-Восток, с Западом. Собственно, две основные формы взаимодействия мировой цивилизации представлены. Это торговля и война, да. То есть мирное время люди торгуют, и, скажем так, европейские страны везли различного рода восточную амбезиотику, восточные товары. Ну и, соответственно, Восток тоже кое-что влагил, хотя гораздо более осторожно и взвешенно это делал. А в военное, в конфликтное время Восток и Запад рождовал друг с другом, и победы были переменными. И сказать, что, например, Запад всегда побеждал, это, ну, говорит неправду. Например, если мы возьмем мировую историю, скажем, вот Китай, да. До 17 века Китай был абсолютным лидером во всех, так сказать, на появлениях бытия по отношению к Западу, да. Ну, даже вот трудно себе представить, в 17 веке в Китае проживало 400 миллионов человек. То есть это больше, чем сейчас у нас, ну, почти в три раза, да. Ну, а потом, ну, так же, как космос, так и человеческая история, мы знаем, он взвивается цикл, мне об этом говорил и Шпенблер, выделив 8, так сказать, вот прошедших циклов, обозначил в грядущем русско-сибирский цикл. Вот, так вот, ну, бывают циклы подъема, рассвета, бывают циклы обскурации, упадка, и Китай закрылся, так же, как и Япония. То есть, ну, если Запад очень активно стремился всегда на Восток, то Восток, ну, достаточно сдержанно относился, хотя, ну, были, например, и греко-корсийские войны, греки представляли собой Запад, а перцы, значит, представляли собой Восток, и они тоже безпеременно успешны были, пока, так сказать, великий военачальник Александра, известный, ну, так Александр Македонский, он не покорил, значит, Персию, и не одержал такую убедительную победу. Но мы знаем, например, с другой стороны, мы знаем завоевание, например, Мавров, когда в Средние века арабы захватили Пиренеи, захватили Испанию, и, ну, принесли вот в эту средневековую, сжёгшую, так сказать, гигантское количество чудесных античных книг, они вернули им Платона и Аристотеля, и продемонстрировали как раз некое такое превосходство, если в данном случае Европа, она рассматривала восточные народы, ну, вот, как варвар, варваров, бывает даже концепция, Эллина, просвещенного человеку, да, и варвара, то арабы, ну, продемонстрировали некую щедрость, культурную щедрость варваров в отношении, ну, к потомкам Галлинов, в данном случае, так сказать, этих испанцев, да и в Италии довольно много было арабов, арабской философии, приняла участие в культуре эпохи Возрождения, то есть это было всё сохранено достаточно бережно, и это послужило мощнейшим стимулом, после вот веков Средневековья, хотя оно по-разному трактует, Средневековье, например, и эпоху Возрождения, скажем, в школьные годы, в советское время нам говорили о регрессивности Средневековья и о огромном, так сказать, ну, там, цивилизационно-культурном подъёме Возрождения. Но, с другой стороны, есть и такое понятие, как высокое Средневековье. Тот же Алексей Фёдорович Иосиф, например, анализирует Возрождение, он говорил о том, что гора трупов, венчающая почти каждую трагедию Шекспира, есть ужасающая, вместе с тем, величественная символ Возрождения. То есть, ну, всё очень сложно на самом деле. И вот выделять что-то здесь одно, говорить о доминировании чего-то одного, это достаточно, так сказать, в оринарные вещи высказывают. Но если говорить, например, о каких-то матрицах, лежащих в основании западной и восточной культуры, и представить себе вот эти культуры, как некие развертывающиеся такие вот реальности, то можно сказать, что вот в основе Запада лежал, конечно, индивидуализм, лежал вот такая концепция, даже мироощущение, некого доминина, динамизма, ориентирующегося на постоянную новизну, на постоянное обновление чего-то. Это уже было в 17 веке, это наблюдалось, если мы посмотрим, вот я погружаю сейчас в изучение культуры Англии, например, в Англии 17 век во времена Шекспира газет еще не было, газеты заменялись пьесами, если нужно было свести счеты с кем-то, например, сейчас что делают? Пишут газеты, даже сейчас не газеты, а в блоки, да? Тогда вставили пьесу, и там Бен Джонсон завидовал, там Ратленду и Бекону, например, вот и ватт, тогда илогически писал какие-то пьесы, например, вот так вот это проявлялось, и в пьесах, и в театрах говорилось о географических открытиях, вот тогда вот это, ну, была открыта Америка, значит, туда устремились, вначале испанцы, но англосанцы разработали, ну, потрясающие планы, их оттеснили, это была гениальная такая операция, в ней даже Фрэнсис Бектер тоже принимал некое интеллектуальное участие, как это сделать? Так вот, ну, вот это стремление к новизне, вот это характерно для Запада, быстрое обновление, это, конечно же, уважение к человеческой личности, доведенное, так сказать, уже до своего гипертрофированного состояния в концепции прав человека, сегодняшний вариант, когда, ну, вот, по сути дела, на Западе это люди-атомы, которые ограждены друг от друга, в таком вот коконе прав, законов, границ, которые нельзя пересекать, они вот так и взаимодействуют друг с другом, как бы в некой такой правовой кольчуге, если так можно выразиться, вот, значит, ну, на Востоке этого совершенно нет, здесь вот личность, она возвеличена, ее права, это просто Бог, вот такие самые скверные, самые отвратительные, ну, вот, с нашей точки зрения, морально дегенерирующие какие-то ценности, а там вот считается, что это норм и все, вот, ну, потом личность должна быть автономна, она должна быть индивидуальна, на Западе, например, дети очень часто, она уходит от родителей в той же Америке, они вот стремятся поселиться отдельно, вот, а в Японии, которые могут жить там до 30, даже более лет, и это опять-таки мы в порядке вещей, это некое тяготение к семье, да, вот тут для Запада характерный, конечно же, рациональный такой вот взгляд на природу, там, и Декарт в свое время рассматривал, по Амитрии, мир как некую машину, такую, да, вот хорошо смазанную машину, где все, так сказать, расставлено, и все должно быть прочерчено, и определено, но, правда, с развитием мира, с познанием мира, уже в 20 веке появились разные кладовые теории, и они как бы, и с точки зрения физико-философского взгляда, ну, такую, легализировали некую часть неопределенности в мире, и вот эти различного рода сложные правовые нормы, они тоже признаны, вот, от сложных мира регулированы по принципу, запад рациональный, человеческие деятельности, это рациональное движение от хорошего, от лучшего, от одного состояния к другому, ну, прогресс, то, что называется прогресс, вот, и все это должно быть разбито на пункты некие, например, даже в западной психологии модное очень понятие рейфрейминга, то есть, дробление своей жизни на некие шаги, рациональное движение, вот, от ступеньки к ступеньке, к успеху, ну, для, например, востока, это в высшей степени не характерно, но можем ли кроме заключения быть полным, восток тоже не однородный, в востоке есть, ну, страны ближнего востока, это одна ментальность, в востоке есть страны дальнего востока, например, это совершенно другая ментальность, вот, есть страны Южной Азии, например, там та же Индия, Цейлон, есть Китай, которая захватывает и Китай, это Южная Азия, а ее середина, это Централ, Азия, вот, релики путешествовали по Центральной Азии, очень много, по Тибету, да, так вот, Япония, например, вот, она, ну, трудно сказать, в силу чего, но она идеальным образом устроила некую западную ментальность, в какой-то ее части, и, вот, например, то, что называется планирование, вот, они совершенно блестяще это взяли и от Запада, и, между прочим, от СССР, мне приходилось разговаривать, ну, с довольно высокопоставленными японцами, вот, которые, но выражали некое такое удивление, зачем мы разрушили Госплан, это же гениальная вещь была, это же просто великолепная такая вещь была, но они очень много изучали, например, что в Японии было два института, которые изучали наш журнал, вот эта техника молодежи, сельская молодежь, где громадное количество советских бескорыстных инженеров совершенно, вот, открыто делилось мир своими находками, а на основе этого делались там, ну, какие-то промышленные внедрения, вот в той же Японии, и часть экономического чуда построена на бесплатных наших мозгах, вот, то есть вот таким образом все это происходило, и, ну, вот, говоря о, я, например, представляю какой-то части евразийской модели, если говорить о биополитическом, о каком-то системе взглядов, то есть, учение, ну, это не просто некая срединность там Евразии между Востоком и Западом, между Европой и Альбом, вот, а в данном случае это, ну, система, значит, русских эмирантов, в которых были, ну, как известно, там, консерваторы, православные, значит, ориентированные мышлители, там, как Иван Леин, были различного рода социалисты, и смена веховцы, были там покойники индивидуальных, и свободных общества, как Гордяев, и были евразийцы, которые, ну, проанализировав то, что произошло в России, большевизм, они рассматривают большевизм не как зигзаг, это закон нервного воплощения, в котором русского евразийского срединного имперства по пути, вот, и они считали, что вот через какое-то время там большевизм будет заменен евразийством, вот смотрите, прошло уже, ну, вот сто лет, да, семнадцатые годы, ну, евразийцы, там, двадцатые годы выступили, значит, со своим манифестом, но вот сейчас, например, даже на территории России, которая во многом еще исповедует либеральная, идеология, существует евразийский союз, например, да, то есть у нас нет идеологического такого обоснования, некой подпорки, я этот вопрос где можно ставил, но, значит, ну, есть, по крайней мере, экономическая вот эта система хозяйственных связей, так называемых, и она немножко по-другому работает, чем западная система, ну, и взаимоотношения здесь между людьми другие, да, вот, вот, если говорить еще об идеалах запада, мы немножко, так сказать, отступили, будем так отступать, возвращаться, вот, то, значит, это идеалы свободы, равенства, терпимости, уважения в человеке, частной собственности, частной собственности, священной неприкосновенной, если мы возьмем, матрицу Востока, вы взяли, это, а вот эта, да, то есть, закрепилось? Ну, вы знали. Нет, возьмите эскору, а дома, это государь не вкладя, получить ускорение, свободное, сколение, да, Хорошо. Значит, если говорить о Востоке, ну вот на Западе динамизм, а на Востоке круговорот. Вот гунны вращаются в гуннах. Есть циклы, так как в Индии, Юг каких-то, так сказать. Ну да, в Китае, например, есть движение Дао, движение в некой беспредельности, но если говорить о конфуцианстве, там некий круговорот предков, так сказать. И Дао, в общем-то, ну тоже идея вращения, как лежащая в основе мира, она весьма высока. Задача человека не куда-то стремиться, значит, выпрыгивая из брюк, так сказать, чтобы выцепиться за некую цель. А задача человека сохранить свое некое достоинство и соответствие вот этому Дао, путь в потоке, да. Если, значит, ну вот, по поводу личности, например, Восток никогда не упирал на уникальность человеческой личности, то, на что делал акцент, ну даже в сакральных проявлениях христианства. Восток говорил о растворении в абсолюте, о том, что важно не личность, тем более не индивид, а некий коллектив, народ, община. То есть вот коллективистские ценности гораздо важнее. Вот я возил людей на тренинг в Гималайи год назад, посмотрел на гигантский вот этот мегаполис Дели, где там, по-моему, 25 миллионов. Но люди по-прежнему как-то, они кучкуются и ходят какими-то общинами. Даже иногда, там, если вот едешь из автобуса, видишь, вот, мужчины что-то работают, они даже могут под руки взяться, идти так вот, знаете, у нас это какая-нибудь бригада так вот идет, да, а там идут просто вот рабочие, они нормально вот как-то двигаются, то есть, ну, это коллективы, а не, так сказать, настаивающие на своей уникальности личность, да. И она, конечно, не автономна, там, родовые связи, там, ну, даже любой индийский фильм, возьмите, посмотрите, то, что там происходит, мыслимо с точки зрения западного, на Западе близко, на Востоке это есть, вот. И когда какие-то, ну, вот, западная ментальность пытается вторгнуться на Восток, вот, она иногда может дать позитивные какие-то вещи с точки зрения, ну, вот, ну, например, марксизм идеально пришелся на Китай, вот, просто идеально. Вот на, ну, такой архетип восточного диспотизма и некого такого авторитарного начала, хотя современный Китай – это великолепно мононизирующийся, социальный государственный такой, великолепный. Вот тогда он был воспринят именно так, и вот в этом было даже ценное влияние, может быть, Запада. Но, хотя вот Мао Цзэдун, когда он писал стихи, он писал, как бы, стихи, как, ну, как император. Это не просто какой-то вождь, какое-то время, там, прочего-то, как император. Он даже на тревом языке писал, он не мог писать на современном языке Вайхуа, он писал на Вайньяне, язык, вот, на котором писал Любой Духун. Значит, вот, на Востоке нет автономности. В отношении рациональности, я бы не сказал, конечно, что на Востоке нет рациональности, но на Востоке своя рациональность, своя логика, которая, ну, отличается от западной. Ну, вот я довольно серьезно изучал различного рода китайские стратегемы и различного рода, ну, такие геополитические инструменты, с помощью которых они анализируют реальность. Ну, мы знаем, да, что вот вершина западного, так сказать, рационализма, это комплексные адаптивные системы, это рассмотрение, так сказать, ну, поэлементное рассмотрение каждого, значит, ну, то есть, можно любой процесс рассмотреть с точки зрения вот этой системы, и Запад активно это применяет там, ну, даже при оранжевых аналитциях. Ну, вот аналитики серьезные говорят о том, что, например, китайские стратегемы на несколько порядков тоньше, выше и дальше смотрят, чем то, что делается на Западной. Потому что, ну, там, полистайте книгу «Перемена», вот в переводе Шипского даже, в переводе, значит, Линогродского, который каждый год ее заново, упорно переводит и находит что-то новое там. Ну, у него, по-моему, семь или восемь вариантов уже вот этот перевод существует. Да, да, Бронислав Линогродский, очень интересный человек, он, кстати, высоко оценил, значит, вот эту книгу, здесь его цитаты, значит, даже есть на корешке. Так вот, есть своя рациональность, есть своя логика, значит, и индийской традиции, и философии, но она другая, она более гуманная, она менее расчленяющая, она все равно имеет и не целое. А на Западе порезать все вот на какие-то кулачки, так сказать, изолировать его, вот как-то переставлять, так сказать, и с точки зрения, там, Жизинского мира – это шахматная доска, вот, которую можно произвольно вот так вот переставлять в некие фигуры. Тут Китай осматривает все как целое, например. Вот. Диалог свободы, равенства и терпимости. Ну, на Востоке совершенно по-другому смотрят на свободу, чем на Западе. И, кстати, в России тоже третьим образом смотрят на свободу. Если на Западе свобода – это свобода выбора частного индивиза делать то, что он хочет. Значит, на, значит, востоке эта свобода следует за потоком дала. Вот. И вот свободное, как бы, восхождение духа, свободный выбор дисциплинарного вот этого пути. Я бы так сказал. Вертикально, да. А в России свобода воспринималась совсем не в западном смысле, как вот либералы, что в 19-м или в начале 20-го века пытались насадить. Свобода понималась как воля. Размахнись так световка, вот здесь включал, понимаете. Вот, бескрайняя степь, конница, значит, ну, вот, бунты вот эти были. Они были, может, бессмысленные и беспощадные, но они были. И мы никогда не хотели принять какие-то вот такие законченные правила игры, нам это было скучно. Если говорить о восточном менталитете, например, вот, ну, я вот приводил его эти примеры. Вот на Западе, вернее, в Японии школьники планируют совершить поход к кудзиям в Белье. Так. И что это такое? Они распитывают план. Пишут, например, что с 16.45 до 16.55 обеденный там перерыв после, ну, вот, обеда. И они это стопроцентно и пунктуальнейшим образом соблюдают. Вот если вы мне назовёте хоть одну русскую общину, где вот это имело бы место вообще, по-моему, это никогда и никак не может быть просто по определению. Потому что мы любили. Мы любили совершенно. Мы можем выбирать лучшее на Востоке и лучшее на Западе. И вот, опять-таки, уважение к частной собственности, не присущее на Западе, на Востоке, оно тоже, конечно, сейчас появляется, проникает в этом. Но вот какого-то зацикливания, наверное, как на неком птике, на Востоке никогда не было. Ну, это были своих богачи и китайские мандарины, и индийские раджи, и, так сказать, богатые, ну, вот, становники, например, там, в странах Персидского залива. Вот. Ну, частная собственность – это что-то более временное, данное во владение. Особенно вот у бедных людей, там, девушек, ну, это вообще, как бы, она не считалась чем-то серьёзным. Но на Западе, правда, тоже, в месте к обедности, например, там, Франциск Осийский, например, он это исповедовал, конечно же. Вот. То есть, в каких-то высших проявлениях Восток и Запад сходятся, оставаясь уникальными по форме. А вот на вот таком проявлении – это два разных мира, две разных цивилизации совершенно такие. Ну, можно, да, вот, российская, так сказать, ну, вот, евразийская система, она предполагает, например, она наследует идею сильного государства, которое принесли в свое время татарам в голову. И она утверждает, что России невозможно управлять как слабой демократией, это большое централизованное пространство, здесь должен быть азиатиками. Если ну нет, это Михаил Сергеевич Горбачёв, который пытается всех уговорить, главное уговаривающих, так сказать, и достичь консенсуса. Но вот консенсус не получился. Каждый его воспринял по условию, унес, так сказать, в свой регион. Вот. Поэтому для нас, конечно же, вот в этом плане ближе Востока, а культура больше европейская. Хотя вот, например, лерихи, они, конечно же, так сказать, показывали духовную культуру Азии и Востока. Они открыли для России вот это направление. Ну, и нам еще тут стоит открыть и переоткрыть эту культуру. То, чем занимается мой отец, он ведь от чего отталкивается? От того, что, ну, скажем, в XIX веке русские поэты учились у Запада, и Пушкин даже учился, и многие другие. И Запад был вот этой точкой отсчета. То вот он, например, на ответственность считает, что вот, ну, пора учиться у сакрального Востока. Потому что вот какого-то эгломерата гения, как было в Иране, например, или как было в Китае, это просто невозможно себе представить. Мы даже не знаем много. Мы очень мало знаем. И переведено крайне мало. Поэтому вот, ну, Россия уникальная в этом плане страна, которая осознает ценность восточной культуры, да. Ну, вот если подойти теперь к теме Асаджиоле, к теме работа Асаджиоле, который родился, значит, в 1874 году в великолепном городе, значит, Флоренция, да. И те, кто видел вот эту вот чудесную культуру, мне приходилось там бывать, надеюсь, что кому-то из вас тоже. Вот. Ну, вот такая прекрасная система, как психосинтез, она была, наверное, только вот в таком чудесном месте. Потому что Италия – это концентрат европейской культуры. Вообще, по статистике ЮНЕСКО, 35% мирового культурного фонда находится в Италии. Там в каждой деревне ты идешь и встречаешься с этим фантастическим памятником, в принципе, да. То, что Достоевский называл священными камнями Европы. Ну, правда, вот Юрий Кузнецов, такой поэт, ушедший уже в 20 веке, он написал стихотворение, там, последние четверостишли, значит, «Только русская память лег камня и полна, как водой решеток, но чужие священные камни кроме нас не оплачет никто». Вот современные европейцы, они во многом, так сказать, дух вот их, ну, выдохся. И они хорошо это сохраняют, я это убедился, вот там сам я в 92-м году, когда первый раз в Италии иду, то это был в составе полуправительственной делегации, и нас на уровне мэра провинции ЮНЕТО там принимали. Каждый пассаж, каждый пункт этой речи, что мы должны уверенно нам сохранить, как бы, ну, вот я как раз из России 92-го года приезжал, где все разрушали, где как в 17-м свергали памятники, так сказать, да, царской России, так свергали уже великие достижения, так сказать, Советского Союза. Это было, конечно, обидно слышать вот этот вектор такого, ну, вот охранения, который у них, который у нас. И вот Роберто Асаджиули, ну, он был уникальным человеком, он родился в теософской семье, его мать была, значит, ну, серьезно занималась теософией, и он женился на девушке, которая тоже увлекалась активно теософией. И любовь вот этой эзотерической мудрости в нем прошла через все его творчество, через всю его жизнь. И Роберто Асаджиули, значит, оказался в атмосфере, когда, ну, вот, если помните, Ницше говорил, вот, бог убер. Многие писали там о кризисе европейского гуманизма, он не в 41-м произошел, он произошел гораздо раньше, он произошел, ну, уже перед Первой мировой войной, даже когда там гуманисты Германии, такие как Томас Марк, говорили о том, что Германии пора расширить какие-то свои, так сказать, пространства, и страны, еще не понимая, что произойдет, вот, они уже мериваясь силой, толкались плечами друг с другом, вот. Но в конце 19-го века этого еще не было в полной мере, но назревал такой интеллектуальный кризис, кризис материализма, механицизма и так далее и тому подобное. И Асаджиули начал изучать психиатрию, вообще он был человеком, он был полигвотом, который знал 9 языков, был блестящим знатоком русской культуры, вот, и он был другом Юнга, он переписывал с Юнгом, есть эти письма, так вот он, он уже русский язык его изучил, ну, знал его в 17-18 лет совершенно, потом он, правда, его забыл, а потом он снова за него сел, а Юнг как-то довольно равнодушно относился, скажем так, ну, вот, к русской традиции, Герой, да зачем ему так уж, надо этим пыхтеть, а он говорит, нервный пол, я не понимаю вот этого мира. И он, вот, стал, выбрал медицинский факультет, но именно специализацию психиатрии, да, но западный психиатр, это не наш психиатр, вот, обратите внимание, если почитаете Фрейда, почитаете Юнга, почитаете Асаджиули, почитаете Адлера, почитаете этого Ястерса, немецкий, так сказать, философ, психотерапевт, это все психиатры по образованию, это великолепнейший вид в области гиммунитарной культуры, а у нас сейчас, ну, к сожалению, очень большая с этим проблема, так сказать, да, вот, наш психиатр очень часто, когда какие-то сложные вещи такие происходят, он пишет, да, так, 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 что вы сказали? Ну-ка, 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 вот, остановимся на этом вопросе. И какая-то неминная, может быть, фраза начинает рассумеваться, там, как философская интоксикация, что-то еще, вот, вот. Ну, я это рассказываю, потому что в детстве сам, так сказать, стал с культуры, с этим, и мой интерес к психологии, значит, вот, и к философии тогда он интерпретировался психиатрами как подозрительное что-то, значит, так вот, роберто Асаджиули, он учился в Швейцарии, в Швейцарии, как бы он мягко вообще психоанализовал, он не мог пройти мимо Фрейда. Фрейд был, ну, как, я не знаю, как гигантский щит какой-то на, так сказать, небольшой улице, который не может не привлечь себе внимания, как гигантский рекламный щит. Все туда вливались, вот, и, значит, туда громадное количество людей шли, вот. Он разработал метод психоанализа, метод свободных ассоциаций, где, ну, вообще говорили, что вот психоанализ – это направление богатых дам, да, которые лежат на пушетке, могут лет 15 так лежать, и рассказывает свои ассоциации, а психиатр, так сказать, психоаналитик, в конце концов, раз выявляет, что это значит у них, вот, и считается, что это даст некий катарсис такой. Ну, Фрейд, конечно, был очень образованным человеком, он тоже рассуждал о гуманизме, он разбирался в культуре, он тоже считал, как и многие продвинутые люди, что-то о дире Шекспира написал, не вот этот актер Ростовщик Шапспира, а другие люди, он верил, что это был граф Оксфорд, вот, потому что там было 50 агидатов. И, значит, ну, Фрейд покорил поначалу Роберто Саджиоли, тот увлекся. Но потом, когда он стал погружаться в эти проблемы, он увидел, что, в общем-то, психоанализ беден. Вот этот эзотерический опыт, который он получил при домашних штугах каких-то, он никак не вписывался вот во все это. Ну, это некая такая боковая ветвь, некая такая сублимация такая, ну, психоанализа рассматривалась. Ну, собственно, так и было изначально по своей задумке. Потому что в конце жизни Роберто Саджиоли, уже всемирно известного психотерапевта, спрашивали, а почему у него не остались психоанализы? Ведь блестящая карьера была, вообще можно было много денег заразатами и так далее. Он сказал, что, вы знаете, говорит, вот Фрейд в одном из поздних интервью, и признавался, что его с раннего периода, вот если сравнить человеческое сознание с домом, его интересовало только то, что делается в подвале. А он говорит, а мы, психоситики, хотим подниматься по всем этажам, мы хотим подняться на крышу и хотим, так сказать, принимать солнечные ванны и любоваться звездами. Вот так поэтически он ответил на этот вопрос. В общем, вот психоанализ перестал устраивать, перестал устраивать психоанализ, и он, значит, начал думать о системе, он создал абсолютно противоположную систему психоанализ. Современные талии, ну, можно, кстати, вот здесь вот включить, я давайте все-таки покажу немножко. Я, значит, открыть ирожать, да? А? Выключился. Выключился? Все. То есть не покажет, да? Нет, это надо было в момент, когда вам рассказывали, что-то с компьютером делать. Потому что, ну, не было изображений, и этот сам выключился. Проект. Ну, важно. Покажем, покажем сейчас. Покажем. Ну, хорошо, тогда, если покажем, я тогда немножко, так сказать, пока отвлекусь от этого дела. Ну, я хочу сказать, что, ну, вот я с психотерапевтической лигой ездил в Италию, я учился психосинтезу в римском, вот, в римском отделении. Штабская квартира находится во Флорекции. Мои друзья уже вот съездили там, фотографии из кабинета Роберта Саджиоли, вот. То есть система по-прежнему весьма популярна. Хотя это было, ну, где-то, наверное, час езды от центра Рима мы ездили. Вот. Ну, и так вот две или три квартиры, соединенные, значит, где угодно перегородки. Там находится вот этот римский филиал. Но туда человек сто, наверное, вмещалось. И вот был Пьетро Ферручи, друг, ученик младший Роберта Саджиоли, он еще жив. Вот, он, значит, читал, значит, рекции вот такие. Вот. То есть в Италии его почитают. Хотя не везде. В Ватикан, например, рассматривают это как юридическое такое состояние. И мы когда ездили, был человек, который 9 лет прожил, значит, в Италии, учился в медицинско-педагогическом отделении Ордена Иезуитов. И, значит, я ему задавал вопрос, он даже на социальную церковь, посвященную Ордену Иезуитов. Вот очень интересно было, потому что Игнатий Лаёв, основатель Ордена Иезуитов, разработал систему духовных упражнений, основанных на визуализации. Вот. Я говорю, как вам вот Асаджиоли, значит, вот преподавали? А как елись? То есть это... Я говорю, ну подожди, говорю, ну он же там с кротча таким вот, значит, деятелем христианского права, правда, общался. Он интересовался там с сакральной историей какой-то. Нет, вот. Только вот католические ценности и всё, как бы, вот. Я не так и скажу. Ну, неважно. Важно то, что это учение живое на сегодняшний момент существует в мире, ну, почти в пятидесяти странах мира существует институты психосинтеза. И даже в Индии институт, он, кстати, находится в Дели, недалеко от, я не знаю, а были вот этот храм-то Бахаи, помните, да, вот Бахаиский храм. Вот, недалеко оттуда находится как раз и, значит, психосинтеза. Вот. Так вот, Роберто Асаджиоле, значит, создал направление психосинтеза. Он его, ну, аккуратно так продвигал, ну, набирал вес. Фрейд, конечно, только на ножки сбился. Потому что его постепенно покинули все его ученики. И ядер от него ушел, и емко от него ушел. Да. Это Роберто Гвида Асаджиоле, значит, да, вот его бюстер в квартире в Флоренции. Ну, там будут некоторые психологи, я буду пролистывать это, буду пролистывать какие-то вещи не очень интересные. Вот это он, как я понимаю, в ранней юности таким был. Человеком, так, это наши друзья, которые там были. Вот двое моих друзей, они прямо сидят за письменным столом Роберто Асаджиоле. Сзади, не знаю, библиотека. А вот его громадная библиотека, которая осталась. И они привели, ну, спросили, какая книга была наиболее востребована среди, значит, книг Роберто Асаджиоле. Наиболее открываемой книгой, имеющей самое большое число закладок, была вот эта вот книга. Тайная доктрина. 12. И когда, значит, перед смертью к нему уже за несколько месяцев пришла американская журналистка, начала допытывать его, от кого ваши гидиозные корни, католических. Он говорит, ну, конечно, я там рожден, да, но вообще мои духовные корни другие. Ну, а какие? Ну, я, говорит, вам покажу, но прошу вот об этом сообщить после моей смерти. Я не хочу, чтобы в жизни об этом знали. Это он показал, значит, портрет Буавацкий, который был. Видите, вот сколько закладок там. Вот его кабинет. Вот здесь некоторые ученики еще есть там. То есть его жизнь, его книги. Вот. Ну, примерно так. Так вот, он, вот яйцо сознания Саджиоли. Вот смотрите, вот такой овал, это как бы символическое изображение яйца сознания. Низ – это бессознательная сфера. Средняя сфера – это так называемое среднее бессознательное или обычное сознание. А почему бессознательное? А потому что человек духовно спит. Это мысли, чувства. Это умный свет рассудка. Это некий рационализм, в котором, так сказать, мы все живем. А вот эта высшая часть – это сфера высшего бессознательного. Опять-таки, а почему бессознательное? Потому что для среднего вот этого уровня, в котором мы находимся, это нечто недостижимое. Вот здесь и высшая интуиция, и героизм, и высочайшая любовь, и высшие переживания. А вот эта вот светящаяся точка – это высшее Я. И оно должно спроецироваться вот на вот эту точку, которая является средним ямом. Если между ними установится то, что называется сакрами тибетской традиции антакхарана, или мост, вот этот мост, то тогда человек может получить состояние просветления. И если вот это прошлое человечество, вот его инстинкты, его накопления какие-то, вот это настоящее сумеречное, в котором мы живем, вот это будущее – это будущая эволюция человека. Здесь высшие способности, высшие психические, так сказать, составляющие. То есть, Джоли, строя свою теорию, он ее устроил на основе достаточно глубокого знания и понимания востока и устройства человека. Обратите внимание, что вот эта вот пунктирная линия, охватывающая это яйцо – что это такое? Это тончайшая мембрана некой такой границ сознания. Вот это вот яйцо сознания, оно плавает в океане коллективного, бессознательного, по-юнгу или тонкого мира, по-теосовской традиции, в котором существуют и мысли, и образы, и вообще все существует. Почему она пунктивна? Потому что она прозрачна. Вот, чем более грубым и террористически человек настроен, тем меньше интервалов будет импунктирован. Вот, чем он тоньше, так сказать, тем они вот чаще существуют. Тут, конечно, очень много будет интервалов, особенно снизу, это человек, может быть, психически неадекватен. Потому что, ну, когда в него врывается вот это коллективное, бессознательное, и он иногда теряет различение между субъектом и объектом. Мы знаем, да, что дети, вот они не могут различить, значит, на самом раннем стаде себя и мир, и выделить их. Когда ученые пытались определить, как же чувствует себя младенец в этот мир, он воспринимает его, как некое однородное цветное жужжание. Только потом появляется именование предметом, присваивание каждому предмету имени. Если вы обратитесь к библейской традиции, например, что делает Адам в районе? Он раздает имена, он дает все имена, это получение жизни уже вне рая. Вот, вот так же и ребенок, пребывая в райской родной матери, а потом, так сказать, да, он начинает получать имена, вот, и внешний мир оживает для него, ну, получается, полное значение, смысл и так далее и тому подобное. И вот задача человека заключается в том, чтобы очистить вот эту часть, вот, и расширить поле сознания через вот практики осознанности, практики внимания. Асаджуоля изучал, значит, очень серьезно самые разные такие традиции. То есть, вот, ну, какие эзотерические традиции ему были знакомы. Он причем изучал это из первых рук. Например, значит, буддизм, он, ну, конкретно взаимодействовал с, ну, самым выдающимся буддологом, может, в мире того времени, это Джузеппе Туччи, между прочим, друг Юлия Николаевича Рериха, кабинет которого есть здесь, вот, переписывался Туччи с ним. Далее, значит, он, например, дзен-буддизм, он общался, значит, с Судзуки, а Судзуки – это основной популяризатор дзен-буддизма в мире. Дальше, значит, он, ну, вместе с Юнгом он изучал там вот этот трактат «Золотого цветка», так сказать, даосские практики уже тогда становились известными, но китайских мастеров не было, потому что, ну, Китай в сложной ситуации находился, геополитической, но он изучал суфизм, он общался непосредственно с Наядханом, между прочим, в книге «Дарован вечности», где есть целый ряд, можно посетить, о говорении Наядхана. Наядхан – это Судзуки 20-го века уже, выдающихся человек, который знал много языков, он был в Индии, вот, и он, ну, такую вот, особую ветвь суфизма пропагандировал, это кто-то жив, я знаю, в России его представители, это серьезные, так сказать, сильные люди, которые очень серьезно занимаются духовной практикой. А Саджиоли вот все это проходил, естественно, он прорабатывал христианство глубоко, естественно, он интересовался и сакральными европейскими легендами, например, он изучал легенды короля Артура и рыцарей круглого стола. Ну, мы знаем, что легенда о короле Артуре, ну, помимо чисто исторического измерения, она имеет метафизические измерения, но даже астрологические измерения, король – это король Солнца, да, вот, 12 планет, 12 домов, 12 знаков зодиака осуществляет, значит, некое вращение, это же 12 апостолов Иисус Христос в центре, так сказать, вот эта легенда. Ей, кстати, очень активно интересовался Шекспир, вот, который просто изучал и пришел к выводу, что, и мой отец, когда я это изучал, пришел к выводу, что Шекспир, например, опирался в своих представлениях на вот эти легенды, на коренную часть английского милистернации, бриттов, вот, а были саксы, которые приехали из Франции, которые привезли совсем другие идеалы, коммодити, удобства, то есть, прото – общество потребления, он был уже тогда, в общем-то. Вот. Ну, так вот, астрологи все это достаточно глубоко знал, вот, и создавая свою систему, он, ну, я не знаю, будет ли у них здесь, ну, у них, наверное, здесь реагирует что-то, будет, сейчас, значит, нет, наверное, не будет. – Все, последний, последний. – Думаю, что да, думаю, да, но если вот по этой схеме говорить, вот, трехслойное человеческое сознание, нужно, значит, вот, очистить свое сознание от хаотических мыслей, негативных эмоций, негативных черт, и устремить его вот к этому Высшему Я, или Высшее Я прольет на него в этом случае, ну, может быть, прольет свои лучи, и человек получит некое состояние вдохновения или озарения. Ну, вот, в чем заключается модель системы грабарного саджиоли вообще? Он, значит, говорил, что человек состоит из, так называемых, субличностей, вот, этой христианской неделимой личности, он противопоставил некую другую концепцию, которая отражает, ну, вот, некую раздробленность и противоречивость современного человека. Если мы даже видим, ну, по Фрейду, например, вот, снизу на человека давит бессознательная сфера. Я хочу. Сверху, Фрейд, Высшее Я отрицало, он считал, что это некая мораль общества, она давит человеку нельзя, надо, и бедный человек, невротик, вот посредине этого, мечется, бегает, и он либо, значит, ну, впадает в невроз, вот, либо он может заняться сублимацией, влететь в человечество, как-то возвыситься, но не то, что к Высшему Я отрицало, так как к Высшему Я отрицало, как к Божественному Искому Фрейду отрицало. А саджиоли, ну, совсем по-другому, вот, увидел вот это взаимодействие, ну, я вам сказал, что задача человека заключается в том, чтобы соединиться с этим Высшим Я. Но, вот, значит, здесь не изображено, а вот на других схемах изображены такие кружочки. Это так называемые субличности. Что такое субличности? Слово суб – это поддать. Это, как бы, не до личности такие, но некие мелкие ролевые Я, которые человек в процессе жизни инфраивает. Вот, есть архетипические Я, например, там, отец, мать, дочь, сын, так сказать, вот какие-то, такие вот вещи там, например, да, вот. А есть, ну, чисто психологические. Человек может быть рубахой парной, человек может быть, там, домашним деспотом, может быть, там, добрым начальником или, наоборот, значит, ну, добрым, так сказать, для семьи, а сырепным начальником. Может быть, там, значит, ну, у него одно «я», значит, с друзьями, другое «я» дома и так далее. И у каждого человека есть пять-семь основных субличностей, да. Есть у человека более мелкие субличности, имеемо говоря христианским языком, региона. То есть это множественные структуры, которые расщепляют человека. Человек, живя, попеременно с ними отождествляется. Он как бы садит их на трон своего существа, на трон своего внутреннего существа. И, значит, через какое-то время, и он вот в этом состоянии, когда он, например, ну, подвержен аффектам, или обиде, или предубеждении, например, ну, вот он проявляет недоверие к какому-то человеку, раздражение, например, он в этот момент может наговорить гадости какие-то, или кому-то другому договорить, например, да, вот, порвать вообще сегодня. А потом, может быть, к нему вот придет такое понимание, что он не прав, он сделает попытку примириться, а ему, например, откажут. А может, какие-то преступления совершить, может, что угодно он сделает. То есть платят по счетам другие «я», а он раздает их себя. И, значит, субличности, вот они, как легит рак и щука, тащат человека в разные стороны. Поэтому, говорю о саджиоле, нужно примириться. Примирить эти субличности во время. А как их примирить? Ну, вот, особая практика заключается. Ну, надо понять, для чего примирить. Особенно важно достичь некого единства, когда в человеке происходит, ну, скажем так, как, ну, кардинальное изменение личности. Ну, например, человек хочет занять большой пост. Вот мы предлагаем. У него должна внутренне вырасти такая субличность начальника. А что такое начальник? Начальник – это, ну, довольно авторитарный человек, который не влазит в детали, которого интересует не дружба, так сказать, а дело, вот, чтобы шла работа, который может вступить в какую-то постовую когда-то, который больше знает и дальше видит, чем почему, да? И который способен всё это организовать и спрашивать. И вот, если человек, например, идёт на вот эту должность, не сформировав в себе вот эту субличность, вот через какое-то время смещает. Он не создал соответствующую субличность. И психосинтез, работа психолога, психотерапевта, вот в этой модальности, в этой традиции, она помогает это собрать. Или, например, даже более понятный, может быть, близкий секторский пример, вступление в брак. Вот человек вёл хвостую жизнь, достаточно свободный, там встречался с людьми противоположного повода, но вот он решил, значит, ужениться или выйти замуж. У него должна быть сформирована тогда субличность мужа или жены. Если она не сформирована, и он вошёл с хвостыми принципами, значит, в новый брак, вот, она начнёт доминировать. И другому это не понравится. Ей 80% разводов, которые у нас на сегодняшний момент имеют место быть, и когда пышные такие свадьбы, значит, ну, с лайками, там, с фотографиями, а через месяц они родители кидают кучу денег туда, а, значит, потом разбегаются люди. Почему? Потому что, ну, была субличность некого такого блеска, так сказать, да, вот, из этого шоу устроить. Вот эта субличность была. А субличность понимания того, что брак – это крест, нужно терпеть, нужно настраиваться на другого человека. И только так можно сделать брак. Вот этого не было. И люди это потеряли. Вот. Или, например, даже человек, ну, например, разошёлся, да, вот он остался один или одна женщина. Почему вот она одна? А потому что у ней, ну, вот, те потери, которые она получила, у ней не сформирована, ну, скажем так, вот, субличность, ну, новой невесты или новой жены. Она, как бы, внутренне одна. И я, когда консультирую, например, у меня же, ну, более шести тысяч человек за 30-летнюю практику консультирую, огромнейший образ. Вот. И когда, значит, ну, вот, разговариваешь с женщинами, то, вот, ну, она одна. А, ну, представь свое будущее. Ну, представляй, там, каким-нибудь менеджером работать. Ну, куда ты поехал, там, в Карлеваро, там, в Венецию, куда угодно? А с кем ты поехал? А с подругами или одна? Так, если ты, вот, как бы, и даже на уровне субличности, на уровне мечты нет другого, нет рядом чего-то, ты так и будешь одиноким человеком. Вот, если Джори все это заметил, он будет у закономерности человеческой психики понял. И он понял то, что, ну, под новые жизненные задачи должны быть интегрированы вот эти субличности в некий новый сплав. Вот. То есть должен первичный психосинток появиться. Но там у него еще в системе есть, помимо субличности, полярности, то есть это двойственные силы. Ну, любишь, не любишь, хочу, не хочу. И даже когда человек начинает духовно работать, у него возникает сопротивление этой внутренней работе. То есть любое активное желание и действие внутри нас немедленно называют противодействие. И если мне знать закона, мне знать, что должна быть провеличена третья, более высокая сила. Сила, связанная с осознанностью, с наблюдателем или с духовным диалогом. То тогда, ну, это будет просто конфликт. Человек волей будет пытаться себя изменить, и он, скорее всего, не получится. Вот. Значит, и первая ступень психосинтеза заключается в объединении, значит, безубличности под новую задачу. Как это сделать? Ну, два основных метода – ассоциация и диссоциация. Ассоциация – это отождествление с новыми позитивными качествами, которые он хочет воспитать. Он не уверен в себе. Вот нужно ассоциироваться, слиться с уверенностью. Создать ее образ, воспитывать его, медитировать на него. Постоянно его воплощать, постоянно его держать в сознании. Нажалеть образ, ловить ощущения телесные, ловить эмоциональные ощущения. И, в конце концов, вот этот образ позволит ему воспитать эту новую черту в себе. А с другой стороны, если человек хочет освободиться от какого-то своего недостатка, от негативного качества, то тогда он должен разотождествиться. Он должен, ну, вот, отдалиться от вот этого своего «я», наблюдать его со стороны, перестать его подпитывать. И когда человек смотрит со стороны на какую-то свою черту или на недостаток, но таким прохватным, отстраненным взглядом, черта или состояние негативного гасает. То есть, мне очень этот медик был близок. Я книги о Саджиоле прочитал еще, ну, вот, не в последние годы, когда все стало было модно. Я прочитал еще там в начале 80-х годов, потому что книга о Саджиоле «Духовный кризис» была издана, переведена, издана теософами Буатрии, до 36-го года она выходила. Вот. И, значит, вторая часть психосинтеза – это, значит, ну, вот, соединение с Высшим Я. Оно полезно как на первой стадии работы, так и на последующей стадии. В каком смысле оно полезно? Ну, вот, соединение с Высшим Я и получение ответа, вот Высшего Я, сродни, ну, некому богословлению, если хотите, посвящению. Высшая часть нас нам посылает приветственный сигнал. Прекрасно! Я одобряю то, что ты делаешь. У нас рождается чувство вдохновения, состояние потока, состояние, так сказать, наполненности такой. Мы с энтузиазмом делаем то, что нам нравится, потому что высшая часть послала энергию. А представим себе другую модель жизни, когда человек живет без божества, без вдохновения, как говорил Пушкин. Мы что-то делаем, а мы чувствуем в нашей внутренней природе это не идет, не нравится. Но тут, конечно, двоякий момент. То есть человек с развитой волей, он может даже рутинные, ну, необходимые вещи превратить в источник вдохновения, рассматривая их как тренажеры жизни, как развитие воли, например. И когда ты добавляешь к воле чувство радости и вдохновения, ты можешь обладать очень многими вещами, специальностями, направлениями. Могу это даже по себе сказать. То есть я в течение, наверное, уже 25 лет сплю до 4 часа, и у меня в библиотеке на двух квартирах 15 тысяч книг, примерно 80% из них прочитано. Ну, не то что бесчисленное количество, но 32 книги, 750 статей, 750 роликов. И, ну, у меня есть такие популярные вещи, а есть такие, но фундаментальные, которые оценивали сами какие-то и веды, сами и сломоведы, например, и специалисты на французской литературе. Сейчас, хоть я работаю с одной уже очень почтенного возраста, всемирно известной шипсироведки, которую сказал мне, что, в общем, статья, которую я написал, она достаточно серьезная и глубока даже, чтобы заявлять это. Вот за счет чего это достигается? За счет того, что, если бы я это делал на одной воле, то этого было бы недостаточно. Интересно познавать новое, преодолевать препятствия. То есть каждый раз перед собой брать некую планку какую-то. Психосинтез, он еще и психосинтез соединения с целью, которую мы ставим перед собой. Так вот, соединение с Высшим Я, оно помогает и на первом уже этапе, когда человек даже решает какую-то бытовую, обычную жизненную задачу. Там надо устроиться на работе, надо прокомментировать, надо, значит, ну вот там, какой-то трудный вопрос решить. Если перед этим настроиться на связь с Высшим Я, помолиться, помедитировать, произнести некие аффирмации, представить какие-то образы, устранить препятствия внутренние, которые есть, очень важно также через тело уметь это пропускать, зачем вот этот импульс, то тогда все идет гораздо легче. А если, значит, человек не умеет это делать, тогда это в лучшем случае на насильственной воле. А это не срабатывает. Ну, на какое-то время срабатывает, не помогает. А более высокий этап, это, ну вот, уже этап, связанный, когда человек, решив свои какие-то бытовые темы, решает посвятить себя духовным совершенствам. Он соединяется с Высшим Я. И достигает более глубокой стадии интеграции, обновления, озорения и наполненности. Ну, а Саджиолев был очень серьезным человеком, он понимал границы психосинтеза. Он говорит, что я не подменяю психосинтезом христианства, бюдизма, беданки, йому. Я его не делаю. Потому что, ну, в этих религиях и этих учениях там это более глубоко проработано. Но психосинтез может подвести людей к этой двери. Он может подвести тех людей, которые, ну, скажем так, им трудно воспринять что-то через традиционную религиозную форму, но, значит, он, зато, пройдя вот этот курс, он психологически проработает себя, станет сбалансированным, интегрированным внутренне. Вот. Ну, как бы выстроит свои жизненные цели в некую единую, так сказать, линию такую. И ему будет полезно подойти уже к изобилическим, как сказать, практикам, по заработе над собой, более сбалансированным цели. Вот, если кратко так вот представить себе систему Саджиоля, она выглядит так. И мы здесь с обой стороны можем видеть западные элементы. Потому что вот эта струклированность. Ну, сама по себе психотерапия – это же западное понятие. В Востоке она не была необходима. Там нет вот института психотерапии в современном ряде. А когда он навязывается, то очень плохо возникает результат. Например, вот я уже говорил о том, что Япония является самой западной страной всей Азии. И она иногда копирует какие-то вещи такие. Ну, не совсем, так сказать, подобные. Например, в 70-е, 80-е, 90-е годы в Японии получил направление психоанализов. Он разрушительно действовал на семье. Он просто уничтожал их. Потому что они привыкли к другой системе ценностей. Там это нельзя было. Это я просто как, так сказать, член сообщества могу это достоверно подтвердить. Вот. Поэтому там вот эти направления не популярны. Непопулярны. Вот. И опять-таки, ну, есть понятие такой гений места. Все созвучно как бы чему-то. Например, вот я был на Сицилии в прошлом году. И я задавал вопрос. А там, значит, вы в Чехии аналитике есть? А зачем делать? У нас столько солнца, столько моря. Какие на психоматике на кушетке, где же сидеть? Вот. А Санджиоли он более солнцкий? Да. Там еще как-то ее система, значит, распространена. И то они ворчат, что они, значит, вот они и забыли там. Я только когда он был. Время был. Беседовал там, значит, с женщиной, которая читала лекции. Она говорит, тут там в Англии это изучают, еще где-то. А у нас, так сказать, недостаточно воспринимается. Вот. Так вот, значит, есть и западные, и восточные понятия в этой системе. И она очень органична. Но я ее тогда адаптировал в Россию. Я ее, ну, ввел, ну, целый ряд, ну, вот, понимаете, потому что она, ну, на другий день. Ну и целостный изначально. Для нас, конечно, очень важно вот это состояние увлеченных, некоммерческих, так сказать, составляющих. Потому что, ну, те, кто любит коммерцию, они вот входят в психоаналитику, например. Психо-синтез – это не очень такая система, ну, что ли, нацеленная на заработок. То есть она, ну, просто на воспроизводство работает. Так что дает какую-то систему. Вот. Ну, вот, конечно, психоаналитики, ну, вот, вот, целое такое сообщество, иногда даже называют его мафией, так сказать, да. Ну, коллеги, я так не беру, в которой речи все упускают. Ну, они вот зарабатывают гораздо больше. Потому что это модно. Фрейг популярен среди психологов, потому что он, ну, что он так научил, зарабатывал психологов деньги. Для этого это было просто наука, но кто-нибудь у нас есть совмещание. Вот. И судьба Саджи Воля была, конечно, достаточно драматична самого. Он прожил долгую жизнь, 86 лет, и он разные знал периоды. К концу 20-х годов он уже был очень популярен. Он перестал переводить Фрейда на итальянский язык. Он начал писать и свои собственные книги. Он создал даже институт. Но. У него, во-первых, такая еврейская кровь. Мы знаем, да, что, значит, Муссолини, который пришел к власти в это время в Италии, он все больше и больше набирал вес. Но вот в 20-е годы антисемитизм еще не был столь сильно. Но чем ближе он сближался с Гитлером, тем больше Гитлер требовал антисемитизма. И некогда Муссолини на это дело согласился. И начался пресс-давление на него. В начале Второй мировой войны закрыли. А в момент Второй мировой войны нацисты, ну, итальянские, так сказать, нацисты, они охотились за Саджионе. Он вынужден был в течение нескольких месяцев скитаться по альпийским и итальянским деревням. Вот. Его интуиции не подводил. Он всегда ночевал буквально в штагу сена. Вот. Ну, как бы он уходил там, где вот они его настиганы. Вот он раз и уходил. В конце концов, он удалось все-таки сохранить свою жизнь. Вот. Хотя умер его сын от истощения. И достаточно трагично он воспринял все это. Но потом он воспрял все-таки духом. И после войны он начал, уже институт был создан. Вот. Ну, он был даже антифашистскую такую направленность, как бы имел. Такую, ну, в плане его гражданских позиций каких-то. И, значит, он начал взаимодействовать с психологами мира. Если вот он в начале века ездил даже в Россию, в Российское аналитическое общество, опубликовано его статья, там написано в 17 лет. То здесь он стал, уже связался, ну, акцент развития мировой психологии, психологические мысли была Америка, да. Итоги Второй мировой войны были такие, что мы получили, ну, разоренная страна, заводы и, так сказать, материальные предметы, там, вооружение, которое нужно было нам. Американцы получили новые технологии ученых. И в Германии, это была основательная такая школа, они вывезли оттуда, значит, психологи, которые занимались глубинной психологией, заставили их работать на создание бихилиаризма, рекламы и прочее. Ну, и так же, как, значит, Вернерфон Браун, например, то есть, возглавлявший немецкую структуру, возглавлял потом НАСА, и вполне, так сказать, стал еще правее Папа Буриевского таким полуамериканцем. Так многие психологи начали работать на Германию, вернее, на Америку, у кого есть довольно сильная психологическая школа в Америке. Вот, но Ассаджиоля привлекали гуманистические направления. Он начал общаться с врагом Маслова, врага Маслова пригласил его с лекциями в Соединенные Штаты, и он год или полтора там провел, триумфально проехал всю Америку, его работы начали выходить там, и он приглашал и Фрома, насколько я знаю, и Роджерса, особенно, одного из основателей гуманистической психологии, и Маслова, к себе. Ну, и мир так устроен, что, чтобы получить мировую шлаву, невозможно пройти, виноват в Соединенных Штатах в Америке. Даже буавадские релихи получили известность только после того, как в Нью-Йорке, и Канаде тоже самое. В Чикаго, правда, это было. Ну, и также вот Ассаджиоля, то есть всемирный, его, значит, вот, евро-мирский, вот, хитросинтез, получил после Второй мировой войны, вот. Ну, и в 60-е, 70-е годы Ассаджиоля издает ряд книг, кое-что у нас переведено его, я мечтаю перевести, издать книгу «Акты воли», «Акты воли». Там очень интересны различного рода методы, описанные его работы с волей. Вот, ну вот, в возрасте 86-ти лет, в 1974 году он умер, ну, дедуя его живет, и он является, ну, чем-то похожим на человеком возрождении. Вот, таким, не знаю, был Леонардо Завинчи, ну, может быть, это более крупная фигура, но все равно это был крупнейший, нашли поиск, наверное. И психолог, психотерапевт, ну, из 20-го века. Таким, может быть, был Бангл и Френсис Бекон. Ну, вот, для людей знали много языков, что можно блестяще ориентировать в разных областях. То есть, в них свои очень масштабные, крупные, много могли делать, были работоспособны. Правда, в отличие от Юнгу, у которого, там, 30 книг, Саджи Оля писал на таких вот вестках, он где-то 5-6 книг написал и заметки, но он больше работал практически с людьми и воспитал хорошую такую практическую школу, которая на сегодняшний момент работает. Так что я мечтаю в Россию привести летных людей оттуда. Вот, может быть, они проведут какие-то здесь тренинги такие. Вот, и, соответственно, вот русской культуре в высшей степени свойственным психосинтезом. Он даже воплощен в нашем евразийском, даже в историческом процессе так было воплощен. Это не просто учение, а принцип развития русской истории. А русское мышление, оно любит синтезировать и собирать все. Вот, собирать, вот, поедино. Вот, оно на любых явлениях, даже марксизм не имеет. Помните, да, значит, немецкая классическая философия, английская политическая экономия, французский аутопический социализм. Раз, сделали, ну, забабахали, так сказать, исторически, но совсем другое. То, что, может быть, профессора, значит, Маркс и Энгельс не собирались в таком масштабе совершенно. Ну, все, так сказать, замехи в этот миллион, показали. И так во всем. И русская философия – это синтез, это собирание. И причем он даже изначально присутствует как синтез, вот, ну, герб Российской империи, который был взят из Византии, который, вот, София Палеоук, ее называть уже, двуглавый орел, да, значит, главы, которые обращены на восток и на запад. То есть это наш архетип, наше мышление таково. Вот. И если мы это осознаем, то мы, ну, вот этот дурной либерализм, который царит у нас, это дурное свойство, так сказать, ну, радикально связанное тормахи в прошлое, разрубать, ну, это совершенно неправильно. Я когда знакомился с китайской традицией, говорил с ними, с китайцами, они говорят, что у вас, как бы, много высочайших достижений, мы учимся от вас, но у вас нет культуры наследования хорошего. Ну, вот приходит новый, как говорится, гербер, да, он говорит, все, плохое было, делаем вот так сейчас, и все прошлое отсекается. Важно наследовать и приумножать. Психосинтез, он же позволяет это сделать, то есть это некая такая, ну, с моей точки зрения, универсальная методология. И самое интересное, что Роберто Асаджиоров, он сотрудничал с советниками, участвовал в движении «Знамя мира», надо читать письма Иоанна Ивановна. Ну, не то, что вот он был полным одетом, который прямо вот, ну, все, буквально терирует, он нечто создал, некое творческое начало, оттолкнувшись от этого, близкое эмоциональное, так сказать, наполненное вот этим духом. И, кстати говоря, из Санкт-Петербургского музея Рерихов Юлия Гидникова, замдиректора, она ездила в Италиево, и там есть община итальянская, которая до сих пор занимается по системе Роберто Асаджиори, которые используют анализованные различные практики, они живут на селе, у них цельхозяйственный труд раздел этот, они при этом издают журнал, то есть это не просто вот некое изучение в городской инфраструктуре, которое, ну вот, человек может изучать, у него такая вербальная система взглядов, а бытие его, вот, оно, ну, бытие обычного городского бывателя, а он, Санкт-Петербургского, надо его жить попытаться выстроить в соответствии с этим, и вот он в конце жизни создал такую общину и группу, то есть он понимал, где есть свет, где есть дух, где есть истина, и шел как бы впереди своего времени. Ну вот, наверное, то, что я вам хотел сказать, в общем, в чертах можно было гораздо больше, так сказать, поговорить там об общении. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Скажу, на эту ли тему, или какие-то смешные, или любые вопросы, я с удовольствием отвечу. Георгий не смущайтесь. – А вы из психологии кого, больше всего? – Феню? – Да. – Вы имеете в виду из мировой или из современной России? – Вообще, на чем вы основываетесь? – Ну, я основываюсь, если говорить о психологии, именно на психосинтезе. Мне много давлевок. Мне нравится вот учение потока Михая Чиксент-Михая и Мартина Салельмана. То есть, это позитивная психология и психология вдохновения. Да? Вот эти вещи мне нравятся. Ну, какие-то вещи мне нравятся, вот, скажем так, игры, в которые играет взрослый Эрик Мерман, у меня не очень близка его книга. А вот система работы с сценариями жизни, она мне близка. Но, как человек склонный к некому, надеюсь, какому-то творчеству, я не могу просто копировать. Если я что-то беру, я обязательно это добавляю туда очень серьезно. Поэтому работа с сценариями, например, там… Он просто, вот, в конце концов, освобождает от всех сценариев. А я-то считаю, что освободившись от ложных сценариев, нужно построить, найти истинный сценарий, истинное призвание. Вот. Ну, значит… Кого еще я ценю? Ну, я вот очень близко сотрудничаю с юнеанской секцией, потому что она наиболее тяготеет к культуре. У меня есть друзья, коллеги, взаимодействие. Вот только что прошел… Вот в эту субботу-воскресенье прошел всемирный… Ну, не всемирный, а международный конгресс психотерапевтической лиги, в которой я, наверное, на 8-й или 9-й раз участвую. И я там в течение двух дней выступал в семь раз. У меня есть своя секция. То есть есть ученики, которых я обучаю психосинтезу, и они потом преподают… Ну, консультируют по этому методу и так далее. Они уже сделали, между прочим, блестящие совершенно заклады. Мне очень понравилось, как это… Кто-то на стыке психосинтеза, регистрацию, где она действует… Вот. Но я там был мастер-класс. Еще очень интересно. Трое модальностей. Психосинтез. Психо-каталис Андрея Нью-Мошен. И символ драмы. Это немецкая психотерапия такая, значит, Олухов. На тему восстановления чувства собственного достоинства. Вот сейчас человек унижен. Вот как восстановить чувство собственного достоинства? Как вот себя ощущать, когда, например, мы вот… к данному знамя относятся вот так, как относятся? Или когда вот, ну, скажем так, у нас стариков идет такой натиск, как сказать, по пенсионной реформе? Ну, вообще, вот, когда царство хама вот этого… Царство пошлости по телевидению. Вот что делать? Как вот это чувство достоинства себя держать, чтобы не впасть в депрессию, умение, не озвобиться? Или не стать маргиналом, а все-таки вот продолжать и сражаться? Вот мы на этой теме говорили, и, ну, даже я провалил сеансы, что-то появится в сети. Вы можете посмотреть. У меня есть огромный сайт, вот, на котором все это выложено. Я порядка двух статей в неделю примерно выкладываю. Вот. У меня 750 роликов в течение четырех лет. Это было, конечно, адски трудно. Это денег стоило больших. Ну, как мне говорят, ты обогреваешь космос. Зачем ты это делаешь бесплатно? Выкладываешь и все. Ну, просто интересно. Значит, вот… Донять эти. Интересно. Приятно и полезно. Поэтому… Ну, и еще… Ну, в принципе, мне нравится Кэн Льюбер, американец такой, с его интегральной психологией. Я проходил еще такую систему «Спиральная динамика». Я тоже могу ее преподавать. Как бы это… Работа сквозь уровни ценностей, так сказать. Она позволяет в любой ситуации, в любой компании, там, порядка, клип, там, между синими, оранжевыми и зелеными, это есть. Ну, цветовой код вот этих вот уровней, например. И, ну, вот, как бы расставить людей в некую команду такую. Вот. Ну, и у нас есть коллеги достаточно сильные, которые уважаются. Вот. Ну, вот, конечно, вот общее состояние российской психологии, оно меня удручает в том плане, что мы копируем Запад и не развиваем… вот, не опираемся на русские духовные ценности. Вот это недостаточно совершенно. Ну, это, наверное, издержки образования. Ну, да, да, потому что… Потому что образование психологическое, оно построено на западных программах, наверное, да? Там, во-первых, нет художественной литературы, нет искусства. Там, ну, как вот, ну, я говорю, вот… И сейчас собирается там закон вести, так сказать, да, и, значит, какая-нибудь девочка, закончившая игрунки, будет меня там и экзаменовать вот именно вот позициям. Ну, как бы, ну, я не знаю. Это, конечно, можно попробовать, да? Причем она вот, ну, примерно вот этот тот же вариант, как вот я видел, там, такая девушка, лучащая раскованность, так сказать, там были бизнесмены, она в комплексе от денег избавится. А вы сколько зарабатывает? 300 долларов. Я говорю, несколько миллионов, вы меня учите. Или она там, ну, или другая там училась семейной жизни, тоже 40-летние мужики сидели. Ну, а вы-то сами, как бы, да вообще-то я не замуж. То есть психолог должен, как бы, отвечать. Ну, соответствовать, должно быть соответствие вот это. У нас пока, к сожалению, этого нет, мы здесь копируем запад, но все-таки постепенно набирает сил какая-то вот отечественная тенденция. И, ну, даже мы поставили вопрос такой вот, вырабатывали некую позицию, что нужны импортозамещающие технологии в области психологии. Вот. Потому что, ну, все это сделано под западные стандарты успеха идеи. Вот и науки, например, вот эти все эти методы. Это же, как бы, вот, и чувство превосходства западного человека над восточным. И надо, в основном, цивилизовать. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому они приходят, развязаны, начинают учить. Вопрос, правда, не связан с психологией, но я подумала, как вы можете что-то посоветовать, потому что это, скорее, касается человеческих ценностей. Потому что это актуальная тема, поскольку последние два дня, когда я говорю с коллегами, это тема патриотизма и, особенно, как бы, развитие этого чувства среди детей. Потому что последнее время очень тема такая муссируется и активно, как бы, пропагандируется. Это тема псевдопатриотизма, которая вызывает у детей просто уже даже отвращение, они это видят, и, наоборот, уходят в сторону. И вот мы, как бы, размышляем на тему, вот, что и как. Вы можете что-то посоветовать? Какие-то фамилии, какие-то, кто эти вот что-то... Ну, знаете что? Это вопрос крайне эвкуальный, крайне эвкуальный. Я ведь написал книгу, мне её не принёс «Меч Победы», там, о русской психологической мобилизации XXI века. Известный историк, даже Андрей Фурсов такой, может быть, слышали. Он очень образованный человек, знает нескольких языков, он написал там очень своевременная книга. Почти как о романе Маркинской, Горького, да? Цитата вот эта. И, значит, у меня там целый ряд глав. Я в Думе вот разным фракциям давал. У меня там уже на этой теме довольно подробно проанализировано. Я считаю, что патриотизм необходим. Это просто основное условие. Когда человек живёт в стране и держит силу в кармане, это отвратительно. Есть целая прослойка людей, которая вот так вот мыслила, вот так делала. Вот. То есть, человек не сможет чувствовать себя счастливым, потому что он, ну вот, если он плюёт на то, что здесь имеет, он не благодален, он счастливым не будет, он не преуспеет здесь. Хотя, поразительно, но на антипатриотизме делали, так сказать, цитату. И вот вытащили, значит, эту цитату Самуэля Джонсона, значит, что это последнее прибежище негодяев. Хотя на самом деле это выдернуто из контекста цитата, значит, я почему-то говорю, Толстому прописали. Вот. На самом деле он имел в виду другое, что, ну, даже негодяй может, так сказать, использовать патриотизм. Но не в том плане, что плохо патриотизм, а в том плане, что негодяи, так сказать, да, поселяются в лоне патриотизма и паразитируют. И, к сожалению, хватает сейчас таких деятелей у нас сейчас. Я считаю, что в том виде, как сейчас у нас патриотизм преподается, скажем так, есть перехлёст. Перехлёст в чём заключается? Вот, ну, мы помним события 2014 года, и миллионы людей мы плакали просто от счастья, потому что было ощущение возвращения большого бытия и правды. Но сейчас этот ресурс, он почти исчерпан. Но он остаётся, так вот, значит, неким таким инерционным образованием. Потому что, ну, нет, то есть, не просто надо понуждать людей любить страну, вот. Но и страна должна что-то делать для своих граждан. А с другой стороны, Джон Кеннеди в своё время, ну, знаменитый вот афоризм, что вот требует, так сказать, да, ну, что, а почему Америка что-то должна отдать? А ну, пора спросить, а что мы сделали для Америки? Вот. Поэтому вот мы можем проверить патриотизм любого критона. Вот простые вопросы. Ну, что он может положить вот так вот, так сказать, что он и сделан? Многие говорят. Ну, вот что конкретно, так сказать, вот, вот, вот сделан человеком? Значит, поэтому вот мы по такому критерию можем определить воспитателя, да? Значит, патриотизм, конечно же, необходим, но вот сейчас очень трудная ситуация для молодёжи. Потому что, почему молодёжь уезжает? Она не находит себе здесь применения. И те образы, которые подаются здесь, они не выглядят бедительными, они выглядят накачанными какими-то. Вот. Поэтому какая-то часть людей уезжает, хотя она в наиве, что там они найдут что-то. Вот. Там они будут всегда людьми второго высота, я уж хорошо это знаю, с многими европейцами и американцами говорил. Ну, просто вот это, даже вот один мой товарищ, например, там вот ехал вот туда, да? Она уже 15 лет, и вот он меня увидел, он, значит, управлял, к нему ездил ещё раз наш общий товарищ, чтобы мы на день рождения там были. Я говорю, а кто был? Вот. А кто, говорит, наши все уехавшие? Я говорю, а хоть один американец был? Нет. А почему? А потому что они относятся к нам так, как какие-нибудь пижоны относятся к эстонбардам. Вот. Примерно вот такое отношение. Ну, понаехали тут, значит, даже. Вот. Поэтому, значит, ну очень сложная ситуация, но нужно уметь найти слова. Но всё-таки нужно в Россию верить. Вот. И я, например, даже не так давно общался с одним китайцем, а он высокопоставленный человек, даже если членом Болитбюро в своё время, он остался жить здесь. Неожиданно, он мне начинает там, он преподает всякие цигуры, там, прочее, вот эти практики. И, значит, в моей книге он читал. Он говорит, мы же, говорит, в Китае, понятно, что у вас сейчас многое делается не так, не правильно. Мы, говорит, верим же, что Россия укажет лучше, что она найдёт свет и пророчество говорят. То есть до сих пор в мире некоторая надежда ещё остаётся. Но, конечно, трудно прекратить патриотизм в таких условиях. Но нельзя путать, ну, скажем так, класс чиновников и страну, существующую матрицу, так сказать, элиту и страну, например. Есть великая Россия в метафизическом смысле и даже в небесном смысле. Вот. И поэтому это всё-таки залог победы. У меня осторожный оптимизм остаётся, хотя бы полбавился за время какой-то. Вот такой бесконечный тупик. Вот такая книга есть у Дмитрия Голковского, философа в России. Это, с одной стороны, тупик, а с другой стороны, бесконечный. Он продолжается и отсюда доберутся ресурсы. И мы ещё дальше и дальше идём ко мне. Вот. Поэтому надо научить любить Россию в её сложности. И не забывать о тех победах, которые она совершила. Когда мне надо быстро переубидеть какого-то молодого человека, например, я ему говорю следующее. Но напоминаю ему, что со времён Чингискана Россия была суверенной. Никогда она полностью не была заварённой, даже в абсолютное время. Ну, это был такой захват какой-то власти, но через какое-то время они были вытеснены. Так, чтобы они воцарились здесь и правили. Такого не было. Я про польское восстание говорю. Польское вторжение. Вот. Это первое. Второе. Ну, мы, значит, военную победу не одерживаем. Мы победили самую сильную, страшную армию. Ну, фашистскую армию. Если бы не наша победа, Америка бы сдалась. Сто процентов бы. Они бы высадились в Англии. Они бы подняли все банки английские, так сказать. Они бы двигались туда кораблями. И Америка бежала бы. Она разъехала с богатой. Бежали куда-нибудь в Южную Америку и так далее. Они не вояки в этом плане. То есть, вот, две самых серьезных нации, в основном, сошлись. И, значит, вот, мы все-таки победили. Вот. Мы допустили первого человека в космос. У нас есть высочайшая шиарушкая святость, русские святыни. Вот. У нас есть гениальная шиарушкая культура, но которая ни с чем не сравнима, и которую сами западники признают. Да, мы живем хуже. Вот кто сказал, что вот если, например, образ, вот там, я не знаю, Есенина или Пушкина взять, вот, как некий аналог русского человека, да, и сравнить это, ну, например, я не знаю, там, с Рокфеллером, что космически вот Пушкин или Есенин хуже, чем Рокфеллер. Да нет же, конечно. Совсем по-другому все их делают. Вот. Поэтому, ну, вот в Сирии еще не известно, кто вообще победит. Понимаете? В принципе, в этом сражении. И у моего отца есть стихотворение такое. Пора закончить долгий спор с Европой. Дуэль рассудка с высотой души. Нам дороги небо, шепот и сказок наших русских миражей. Мечта сильнее истины гниения. Под ней что-то проступают знаки новых веков. Нас окружили крысы и гиены. Ну что ж, посмотрим, кто держит вверх. Понимаете? Далеко не конченный вопрос еще этот. Поэтому надо это продолжать, несмотря ни на что, так сказать. Мне кажется, что просвещенный патриотизм не тот, который хвалит, так сказать, красной патриотизм, генерал Шерене во францах. Слово шеренезм, который вообще все французство призывал убить и все остальное отрицало. А реалистически, да, вот как Бог говорил, что ты там, бывает ужасно, но все равно я тебя люблю. Вот такая какая-то вещь. Потому что в тебе есть и черты величия. Когда тебя вот разозлить или мобилизовать на что-то, ты выдашь такие энергии, которые не сдает никто. Ну вот как-то так, я считаю. У меня такое мнение. Может быть, я ошибаюсь, я не настаиваю на этом. Ну, примерно так. Сергей Ильич, я прочитала вашу книгу «Меч Победы», я ее отдала в библиотеку в нашей Ларисе. Спасибо, следовательно. Мне просто интересно, что именно кто-то вот исследовал само чувство. Потому что когда мы размышляли, если взрослые, да, и сами себя спрашивали друг друга, то выяснилось, что это чувство очень сложно вербализовать, да, оно необъяснимо. И каждый понимает, что вот он как бы таким родился, и это как бы укриминал в нас. А вот дети, вот сейчас, сегодня, если они это чувствуют, то вот это как, что, объяснять через что? На их сказочных игровых примерах. То есть показывать именно, за что можно любить Россию, да? Через игры, да. Но вот когда-то она была очень сильная, она потом станет выше. Вот моему отцу Грец, баба Верха Синь, говорю, что вот у него было видение, ему говорили, что вот есть на севере страна дружественная, и она сейчас могущественная, но потом она ослабеет, и ты должен ей помочь. Он молился и приезжал, и общины к нему приезжали, он обучал людей, что-то давал. Вот. А детям нужно, ну вот, понимаете, их надо приобщать вот в игровой форме к русской классике. Вот это вот. Без этого, если просто какие-то там эзотерические книги читать, это абсолютно неправильно. Русская классика. Они должны там и Пушкина, и Руслан, и Людмилу, и вообще вот все в этом должны. Вот. И постепенно в них это вырастет чувство понимания, что многое, что, так сказать, идет на Западе, это достаточно примитивно. Поэтому, ну, посмотрите, Запад, может быть, был хорош там, ну, вот там 60-е еще какие-то годы, он еще до конца с ним не проявил. Но какими пышными пороками он расцвел вот сейчас? Это же, значит, ну, во-первых, они планируют наше уничтожение. Вот. Созданные, ну, ужасающие технологии самые разные, например, там, нано-комары, например, там, может быть, полтора миллиона нано-комаров. Он запущен и летит через океан, и он приземляется, и управляемый способом, так сказать, наоб неотвечим. Значит, наоб какого-то, так сказать, там, или крупного деятеля, да, и все одно у кого, и, значит, через, ну, вот эту мембрану, вот, постоянное подключение к его, так сказать, да, каким-то жизненным системам и так далее. Это же, это же все, вот, имеет место быть, поэтому, ну, и много чего еще. Ну, вот это разложение, которое происходит, значит, связанное с боловыми темами, например, или с насилием, вот все. Ну, посмотрите, зайдите вот в любой кинотеатр, вот перед просмотром, перед показом любого фильма, идут анонсы разных, так сказать, да, вот других фильмов. Вот сколько там ужасных монстров вылазит прямо из человеческого лица. Что-то страшное. Чем чернее, тем чаще, например. Это же все вот есть, вот, поэтому, ну, вот так вот, как бы это происходит. Поэтому не надо его идеализировать, этот запад. Много есть ценного там, много разумно сделано, но я считаю, что, значит, миграционная эта волна, она мечтает запад, ну, европейский. Она его уничтожит рано или просто. Они запустили троянского коня, они это не перевалят просто. Ну, вот Америка же, как бы, вот, Америка вызывает всеобщее раздражение, все большее. Поэтому, значит, посмотрим, посмотрим, претерпевший до конца спасется. Спасибо. Спасибо. Ну, все на все. Спасибо, Анна, за очень интересную лекцию и ответы на вопросы. Я думаю, что каждый подчеркнул что-то новое для себя. И мы благодарим Сергея Игоревича за очень интересную лекцию. Спасибо. Я могу, кстати, друзья, могу анонси некоторые сделать. Во-первых, 24 ноября у меня будет лекция в музее народов Востока. По-моему, там, ну, надо смотреть объявления. Музей Рейхов. Музей Рейхов, все-таки, да, да, музей Рейхов. Значит, вы тогда, да, во сколько? Пять часов, по-моему. Пять часов, да. Будет лекция как раз на тему, вот, я бы, ну, это будет лекция вечер, как бы, стихов моего отца. Вот, французы и суфи будут рассматриваться. Вот. Ну, и потом я хотел бы еще сделать и 9-го, по-моему, декабря уже будет по китайцам и по Шекспиру. Это, на самом деле, ну, очень интересно. Ну, давайте я вам просто, вот, чтобы уровень отца, вот, показать, мировой, высочайший уровень, вот. Потому что он реально, ну, классик, так сказать. 9-го музея народов Востока. Вот Франсуа Вильон, да, например, баллада на поэтическом состязании Буа. Тогда Франсуа Вильон, это был разбойник, реально, как бы, ну, он даже занимался, ну, он раскаившийся разбойник. И он, ну, тогда поэт, чтобы существовать, ну, сейчас к спонсорам идут. А тогда нужно было при каком-то дворе существовать. И он во дворе Карла Орлеанского, было сборище поэтов, и пересох колонец. И Карл Орлеанский говорит, ну, вот вам, значит, рифма, строка. От жажды умираем над ручьем. Ну, начните стихотворение с этой строки и прочитайте. Ну, было порядка, там, двадцати или тридцати поэтов. Что-то кто-то написал. Ну, это канало в лету. А Франсуа Вильон написал такие стихи, которые отец, значит, перевел следующим образом. Ну, многие литераторы говорят, это гораздо лучше Ильи Еренбурга, который сделал плену там. У него отчизна, так сказать, моя шужбина, и это переверет его мироощущение. А здесь все по-другому. От жажды умираю над ручьем. У вас, мой принц, у меня тоже одиноко. Дрожу в тепле, морожь мне нипочем. Моя отчизна – журавлиный клекот. Не полагаюсь ни на чьи глаза. Своим не верю, верю в чудеса. А ночевать предпочитаю в сене. Порой застанет в нем меня гроза. Я принят всем за это измин. В сене. Богат, как царь, безгрожен отказной, Которую усердно расточаю. Для подданных я государь смешной. Лишь миражи им щедро обещаю. Мне из людей всего понятней тот, Кто коршуном гаупку назовет, Кто в очевидность лишь сомнений сеет, А выдумки заглядывает в рот. Я принят всем. За это изгнан всеми. Добра мешок по кочкам зла влочу, Траву ищу под слоем павших листьев. От правды ложь никак не отличу. Среди высокочтимых поуистину. А правда где? В раю или в аду. У тех, кто счастлив, кто попал в беду. Рассудит лишь создатель наше время. Шкаля. Не знаю сам, куда бреду. Я принят всем. За это изгнан всеми. От жажды умеряю над ручьем, Свои желания от всех скрываю. Не потому, что через чудо чем. Я знаю лишь, что ничего не знаю. Отважный принц не смею скрыть того, Что многого хочу. Но жажду одного. Понять всего единственное семя. И верю в высшие правды торжества. Я принят всем. За это изгнан всеми. Открыть? Спасибо, спасибо вам. Спасибо, что были внимательны.